Всем привет, добро пожаловать в новый влог. О, кстати, наконец-то с маникюром это говорит о том, что я уже разобралась с переездом, все разложила по местам. Чего-то там мне еще не хватает, но это уже мелочи. По сравнению с проделанной работой, девчонки, видите, что у нас уже появился первый такой праздничный атрибут. Это адвент календарь. Мы как-то вместе с вами были на шопинге, и вы видели, что я что-то такое купила. И тогда под видео одна из вас подала мне гениальную идею, чтобы не каждый раз давать какие-то сладости для деток, какие-то мелкие подарки, а, к примеру, задания. Или же писать, к примеру, на листочке. Сегодня мы делаем такое-такое что-то там вместе. Вчера мы рисовали роботов с Захаром. Также мы будем вместе печь пряники. А еще в Икеа я купила уже готовые с такой специальной дырочкой. Мне еще не хватает специальных, скажем так, фломастеров с глазурью, чтобы это все красиво разукрасить, более-менее прицепить специальную ленточку и подарить бабушкам, дедушкам на Новый год. Они всегда безумно счастливы получить что-то такое, сделанное внуками. И, конечно же, такие пряники висят на почетном месте на елке бабушек и дедушек. И еще я придумала, что Захар будет получать задания в стиле посчитать от 1 до 10 на трех разных языках, или перевести что-то, или весь вечер он должен разговаривать со мной исключительно на русском. Мне как-то надо поощрять ребенка, и вот у нас наконец-то состоялся переезд, будем ходить на футбол. И я бы хотела, чтобы он посещал курсы русского языка, потому что в нашем случае недостаточно того, что только я одна разговариваю на русском языке с ребенком. Для мужа уже это, знаете, ну очень некомфортно. Он редко использует русский язык, и он не знал его настолько досконально, чтобы каждый день общаться со мной и с ребенком исключительно на русском. Тем более, знаете, с таким ритмом жизни и столько всего дел, обязанностей. Человек и так устает, еще и по-русски, ну на иностранном языке разговаривать дома, это было бы очень сложно. И сегодня у нас выходной день, и решила порадовать малышей такими обновками из iHerb. Я заказывала их в каком-то там детском разделе, и ничего особо для Захарчика не было, но он сейчас все и всех разукрашивает. Поэтому я решила взять ему фломастеры, которые отмываются. А то бедный Игнат сегодня у нас в качестве индейца. Его разукрасил Захар, не смогла отмыть бедного ребенка, он так и поехал к деду. И здесь вот какие-то зверушки, видите, уточка, что это рыбка и лягушка. А для Игнаши удочка. Так что, может вам пригодится такая идея. И некоторые из вас тоже спрашивали, как в Польше делают переход от плитки к деревянному полу. Я даже разговаривала с мастерами, и они говорят, что в каждом таком случае вставляется тонкая полоска около сантиметра шириной из пробкового дерева. Благодаря этому натуральный пол без проблем может дальше работать. Это не выглядит как-то, ну, старомодно, что ли. Никто не делает никаких полосочек из пластика, из металла. И вот таким образом это оформляют. Вот, доброе утро, я уже позавтракала, заварила свой кофе. И сейчас хочу взять вас с собой, позаглядывать в разные уголки нашего дома. Потому что вы просите рум-тур, а мы пока полностью обустроимся. То пройдет полгода, так что решила не затягивать. В общем, и как-то так потихоньку во влоге, то тут, то там, будем все рассматривать. И, девчонки, помните, я показывала вам свою красивую кофеварку, как мне казалось, практичную, идеальную. И она не подходила к плите. Вы посоветовали мне купить вот такой переходник. Кстати, классная вещь. Если ваша посуда, кастрюли, сковородки не подходят к индукционной плите, то покупаете что-то такое и не знаете печали. Но мой любимый муж помыл новую кофеварку в посудомойке. И она полностью покрылась чем-то таким серым, каким-то налетом. Это невозможно было отмыть и как бы варить в ней кофе. И потом это все пить. Я просто побоялась и пришлось с ней попрощаться. К сожалению, и вот видите, я говорила вам, что я всегда привожу с собой из Украины зефир. Ну, стараюсь, во всяком случае. И теперь приходится себя сдерживать. Этот мне привезла мама. Беру кофе и пойдем посмотрим. Сейчас мы находимся в моем кабинете. И одновременно гостевой комнате. То есть, если кто-то к нам приезжает с ночевкой, то мы его селим здесь. И пока что никто не жаловался. Если в будущем у нас появится ребенок, то, конечно же, эта комната перейдет ему. А изначально мы все планировали таким образом, чтобы мне было удобно здесь снимать видео. Все розетки, видите, их много. Здесь и интернет. И чтобы я могла без проблем подключить какие-то лампы, что-то мне еще понадобятся. Разные зарядки. Здесь была ниша. Я сделала встроенный шкафчик. Я снимаю сейчас против солнца. Я специально выбрала солнечную сторону. Муж согласился, потому что это сейчас моя основная деятельность. Кроме еще одной. Но как-то потом вам расскажу. Здесь же находится раскладной диван. Мы его купили в Икеа. Качеством я недовольна. Ну, то есть, как посидеть. В принципе, нормально. Но если бы мне каждый день надо было его раскладывать, то нет. И материал. В общем, я считаю, что в качественный диван стоит вложиться. Именно так я сделала в гостевой. С этой стороны у меня туалетный столик. Он тоже из Икеа. Кстати, он сразу продавался со стеклом. Поэтому уже не надо заморачиваться. Что-то придумывать. И бояться, что после макияжа вы не сможете отмыть белый стол. Хочу вам сказать, что это не самая практичная, нужная вещь в жизни каждой девушки. Но я о нем мечтала. И вы знаете, я получаю такое удовольствие, когда крашу ногти здесь. Или просто наношу макияж. Что-то перебираю. Это просто мой уголок. И, конечно, я не могу не радоваться. Я только увидела его лет 8 тому назад. Или когда он там появился. Я подумала, да, я его хочу. Сейчас у нас появилось место. И, конечно же, мы его купили. Муж сразу сказал, да, берем вообще без вопросов. Здесь стоит подсвечник. Я вам его показывала. Здесь цветок. Это рождественник. Здесь документы. Меня наконец-то вызывают на собеседование. Я сейчас получаю постоянный вид на жительство. Почему не гражданство? Потому что если, к примеру, вы из Украины, вам придется отказаться от украинского. А если у вас в Украине есть недвижимость или, не знаю, какое-то наследство, то потом я консультировалась с нотариусом. Он сказал, что потом могут возникнуть проблемы при оформлении чего-то такого. Так что мне пока что гражданство не надо. Меня вполне себе устроит вид на жительство. И просто раньше как-то руки не доходили. У меня долго был временный вид на жительство. И поэтому не оформляла. Вы часто спрашиваете, поэтому решила ответить. Здесь вот уже первые подарочки, которые я заказала для свекрови и мужа. Скоро у нас Рождество, 24 числа. Это часики от Даниэль Веллингтон. Новогодние наборы, видите, они в таких красивых коробочках. То есть вообще не придется что-то там придумывать. Хотя я, как любитель упаковывать, конечно же, купила разную бумагу. Сейчас вложу камеру, достану, покажу вам что-то. Сами наборы идут в вот таких стильных упаковках. Для свекрови я заказала точно такую же модель часиков, как есть у меня в розовом золоте. Это, кстати, 32 миллиметра сразу с браслетом. Я захотела ее как-то удивить, порадовать. Еще кое-что из косметики подберу. И думаю, что получится идеальный подарок. А для мужа взяла... У него день рождения 29 числа, еще и праздники 24-го. Так что придется еще что-то ему докупить. Это часы классические. Он очень часто выбирает именно шоколадный цвет, что касается обуви, каких-то аксессуаров. Поэтому взяла вот такие тоже с белым циферблатом. Смотрятся как-то так свежо, что ли. И сразу можно было выбрать набор с таким более летним ремешком. Кэжуал, что ли. Ну, в принципе, эти часики подходят ко всему. И сейчас на сайте проходит классная акция. При покупке наборов вы получаете 10% скидки. У меня есть мой личный промокод, который дает еще 15%. То есть сейчас такие наборы можно купить с 25% скидкой. Сразу в такой красивой коробочке. Так что если вы давно хотели, то мне кажется, что не стоит упускать такую возможность. Давайте рассматривать дальше. Вот с этой стороны находится комод. В этот раз я взяла чуть больше, чем был в старой квартире. И в него столько всего помещается. Девчонки, вся декоративная косметика из прошлого видео хранится здесь. Дальше и пустые банки, какие-то косметички, уход. Чего там только нет. Давайте лучше сейчас не будем заглядывать в каждый ящик. Потому что видео будет длиться 3 часа цветочки, которые я подарил муж. Дома не оказалось маленькой вазочки. Так что стоят в стакане. Вам по языке вот эти подставки я покупаю в Тикой Макс. Я от них балдею. У меня есть в золоте и в серебре. Здесь елочка, которую я привезла из Икеа. Сейчас буду снимать для вас видео о покупках из Икеа. Вам очень понравилось. Так что, конечно, с удовольствием сниму еще один ролик. И вот эти вот снежинки. Тоже гирлянда из снежинок. У меня тоже из Икеа. Она, кстати, на батарейках. А вот это очередной вариант подарка, который покажу вам, скорее всего, в отдельном видео. Это красивый блокнот, но сам блокнот мне не очень нравится. Просто Сандра мне, это жена Михала, привезла мне специально для видео, чтобы показать вам как вариант. О, кстати, здесь хранятся все аксессуары, которые я использую чаще всего. Или по настроению. Часики лежат отдельно на почетном месте. Здесь же вот буквально вчера докупила контейнеры в Икеа. Они с такой как бы резинкой внизу. И они не ездят. То есть я открываю все, и контейнер стоит на месте. Решила докупить их больше, потому что мне понравилась идея. Это очень удобно. Здесь серьги на каждый день. По настроению что-то более нарядное, массивное лежат отдельно. Дальше обязательно, позже обязательно докуплю еще несколько таких. Еще, видите, не поснимала разные штрих-коды. Снова садится голос. Я не знаю, что происходит. Здесь у меня хранятся часы. Во время переезда пострадал мой белый чехол Майкл Корс. С фокусом вообще какая-то беда. И подарки, которые мне надо отправить победителям в моих конкурсах. Мое стильное мусорное ведро из Икеа. На самом деле сюда же можно поставить и елку, и просто цветок. Девчонки, гениальная идея организации разных зарядок, рутеров. И всего того, что я не хотела бы видеть каждый день, каждую минуту пребывания в этой комнате. Это не я придумала. Это польский блогер Шуш. Но так как у меня был такой контейнер, я быстренько все поскладывала. И теперь все в порядке. Мой встроенный шкафчик еще требует дополнительной организации. На самом верху лежат документы. Дальше сумки, которые я ношу чуть реже. Здесь камеры, разные микрофоны. То, чем я пользуюсь. И просто мне жалко или некогда подарить, перепродать. Здесь какие-то классные подставочки для съемки видео. Духи. Что здесь у меня? Аксессуары. Внизу новинки. Все для спорта. Но это мы с вами как-то позже разберем. Пока что здесь не идеальный порядок. В детскую ванную комнату мы докупили вот такие сушилки для стирки. Не могу сказать, что удобно будет сушить что-то объемное. Но, в принципе, для одной полноценной стирки детских вещей этого больше, чем достаточно. У нас есть место по другую сторону ванной комнаты, где я сейчас стою для третьей. Мы обязательно докупим и поставим. Также в Икеа купили вот такую штуку для носочков, белья. И хочу вам сказать, что это очень удобно. В Икеа есть столько классных решений. Конечно же, регулярно заглядываем, потому что сам иногда до чего-то не додумаешься. В детских комнатах еще не все готово, поэтому покажу вам только кусочек Захаркиной, так как это классный вариант подарка на Новый год. Элемент декора не только детской, но и зала. Конечно же, я не верю в то, что Захар будет изучать мир по этой карте, но почему бы и нет, все обращают на нее внимание. И он сам с интересом рассматривает буквы. Я хочу, чтобы он знал русский, поэтому я украинский тоже будем стараться, но для маленького ребенка это слишком пока что. Вот, поэтому выбрала русский. И вы можете выбрать любой другой, любой другой цвет карты. Она может быть с подсветкой. Я оставлю вам контакты внизу. Мне ее передали из Беларуси, но вы, пожалуйста, уже уточняйте, как там с международной доставкой. Мне вот привезли все практически в готовом виде. Нам просто надо было ее прикрепить к стене. И хочу вам сказать, что сама я бы не обратила внимания на это. Потом уже подписчики говорили, что есть маленькие недочеты, а так у меня нет абсолютно никаких нареканий. И в наборе также были флажки, которыми можно обозначить места на карте мира, в которых вы уже были. Мы пока что отметили только Польшу и Украину. Но как только переживем праздники и будут спокойные такие будни, мы обязательно это сделаем. У нас недавно был знакомый друг Михаила. Ему настолько это понравилось, что тоже дам ему контакты. И вы часто спрашиваете, наверное, во влогах придется оставлять, потому что, ну, каждый день кто-то спрашивает, откуда карта. Так что заглядывайте в инфобокс, если актуально. Мое сердце замирает. 200 миллилитров сливок. И теперь муку с сыром пересыпаем туда. Игнаша прям в тарелку ссыпь, пожалуйста. Вот так, да. Хорошо все перемешиваем. Игнаша, не ешь снег? Так. Нет. Так. Снега! Снег у нас редкость, поэтому столько счастья. Фантастика. Сразу такое праздничное настроение. Класс. Я уже на самом деле смонтировала и собиралась загружать влог. Но потом решила дозаписать кусочек, в котором покажу помады из лимитированной коллекции L'Oreal и Balmain. Я, скорее всего, не буду снимать отдельное видео, потому что сводч ролики это не совсем формат моего канала. Но меня настолько удивили и порадовали ваши ответы к моему посту в инстаграм, потому что я не ожидала, что так многим из вас понравятся эти оттенки. Вы даже смотивировали меня примерить какие-то нестандартные для меня цвета. Они пришли просто в шикарной упаковке. Это первая посылка, которую я получаю от марки L'Oreal. Мне безумно приятно. И, кстати, реклама вот этих помад, она очень стильная. И мне кажется, что это настолько, знаете, модные такие фэшн-оттенки. Есть более сдержанные, классические, но все равно интересные. Они в черных футлярах, как я поняла. Есть еще помады в синих и в зеленых. Сейчас открою и покажу вам. Некоторые из вас наверняка будут в шоке, но они все носибельные. Сейчас. Ну как вам? Как впечатления? Я сначала слегка была шокирована, но потом поняла, что это фэшн-коллекция. Это очень модные, интересные оттенки. Возможно, даже не на каждый день. Хотя вот этот нюдовый вполне себе неплохо смотрится. Он с легкой такой теплинкой. Вот этот светло-нюдовый, который пострадал от моего Игнашика, извините, пожалуйста. Я сама расстроилась, потому что он мне понравился и красиво смотрится. Со смоуки айс. Вот этот нюдовый, светлый, с перламутром с удовольствием заберет моя свекровь. Иногда даже вот такие пурпурные оттенки я сама не стесняюсь носить. Красное, понятное дело, это классика. И молодые девушки очень часто сейчас носят такие нюдовые оттенки. Типа я слегка умерла. Но, девочки, эти цвета, они интересно смотрятся. Я постеснялась показаться вам в кадре, может, когда-то. Но если надеваешь смокинг и какую-то такую помаду вот в этом стиле, что-то фиолетовое или шоколадное, или просто какой-то скромный, но очень стильный наряд, это смотрится эффектно. И я не ожидала, но я для себя оставлю вот этот нюд. Вот этот. Это такой нюд с оливковым подтоном. Как ни странно, я вам уже много раз говорила о том, что для своих светлых бровей я часто выбираю что-то такое, что холодные оттенки на моем лице смотрятся некрасиво. А если в них есть вот этот оливковый подтон, смотрится очень интересно, уместно. Я говорю, это не для рекламы. Я поэтому и не стала снимать отдельный обзор, потому что, ну, это воспринялось бы как откровенная реклама. Но, девчонки, серьезно, будут тестеры в ваших странах? Подойдите и посвочите их. Если будут свежие тестеры, то даже нанесите на губы, потому что это такой фэшн-эксперимент. Это очень необычно и интересно. И еще себя оставлю вот этот. То есть три оттенка остаются со мной. Абсолютно нехарактерные, неожиданные для меня. Это очень смелое решение, интересное. И мне кажется, что это очень успешная коллаборация. А еще я получила одну из самых огромных посылок за всю историю ведения моего канала. Я в шоке. Сейчас, секунду. Теперь вы понимаете, почему мне не хватает слов. Огромное спасибо. Это было настолько неожиданно. Для меня, для блогера, это просто роскошный подарок, потому что я могу посмотреть, не отличаются ли цвета по текстуре, какие из них окисляются. Есть ли вообще такая проблема. Подобрать нужный оттенок и хорошо его протестировать, а не просто, знаете, один день перетерпеть какой-то рыжий цвет, непонятный на своем лице, и потом сказать хороший или плохой тон. Нет, и вы знаете, мне очень сильно понравился вот этот Even Better. Он смотрится настолько натурально, он так хорошо перекрывает. Классный на каждый день, не сушит. И вот этот Even Better Glow, он уже полегче будет. Незаметное покрытие, его действительно не видно на лице, и красивое сияние. Буду пробовать остальные. И вы знаете, я взяла вот первую самую светлую баночку, и пошло как по массу. Вот этот BB крем мне тоже интересно попробовать, когда будут какие-то высыпания. У меня сейчас пошла аллергия на шею, на декольте и чуть-чуть на лице. Надеюсь, что я смогу завтра снять для вас новогодний ролик. Один из тех, который обещала, вот эта маслица. У меня был этот бальзам для снятия макияжа, так и не смогла его достать одной рукой. Спасибо, это просто настолько классно. И у клиник сейчас проходит акция. Вы можете прийти в один из пунктов, где есть в продаже марка клиник, и вам без проблем дадут тестеры. Это то, о чем я вам столько раз говорила. Помогут подобрать нужную для вашей кожи формулу, и вы сможете протестировать все дома. Это аж 10-дневный запас. Этого достаточно для того, чтобы понять, нравится, подходит, не подходит тон. Так что обратите внимание, пожалуйста. Мне кажется, что это очень классно. Не сразу покупать бутылочку, да, а посмотреть, как тональное средство ведет себя на вашей коже, и потом уже принять для себя решение. А в период каких-то скидок, если вы ищете что-то на подарок для себя, просто хотите купить что-то стоящее. Кстати, марка клиник, она не такая уже дорогая, учитывая все акции. Обратите, пожалуйста, внимание. Я сама не ожидала, что мне подойдет, потому что вот этот Super Balanced, он мне не подошел. Или вот этот, какой-то из них. Я еще не разобралась с вот этой частью, но пока что попробовала два вот этих тональника, и мне они очень сильно понравились. Позже уже в таких повседневных собиралках обязательно вам покажу, потому что я уже что-то выбрала для новогодних роликов. Ну, спасибо. Это очень крутой подарок. На этом будем с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.